Демократы в Палате представителей требуют от Трампа раскрыть всю информацию о переговорах с КНДР 22 февраля 2019 года Интерфаксовн Демократы в Палате представителей требуют от Трампа раскрыть всю информацию о переговорах с КНДР Военный парад, посвященный 70-летию основания армии КНДР Источник изображения Topwater.ru, Вашингтон 21 февраля Интерфакс конгрессмены-демократы в Палате представителей США в письме, адресованном американскому президенту Дональду Трампу Потребовали от него дать полный отчет о переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном, сообщает в четверг издание The Hill Письмо направлено председателями комитетов по международным делам, по разведке и по вооруженным силам Палаты представителей конгрессменами Элиотом Энгелом, Адамом Шифом и Адамом Смитом Нет никакого юридического основания, чтобы не иметь возможности организовывать регулярные брифинги для высокопоставленных лиц из соответствующих комитетов, юрисдикция которых касается столь важного вопроса нашей национальной безопасности, как КНДР ИФ, говорится в письме Более того, наша способность дать обзор политике США в отношении КНДР, ради народа Америки, нецелесообразным образом ограничена нежеланием Вашей Д.Трампа ИФ, администрации поделиться информацией с Конгрессом, отмечается в нем Конгрессмены потребовали от госсекретаря США Майка Помпео в течение недели после завершения второго саммита США КНДР проинформировать всех членов Палаты представителей о результатах как первого, так и второго саммита Также конгрессмены обвинили администрацию США в неспособности предоставить Конгрессу достаточный доступ к разведданным, касающимся ядерной программы КНДР, и составить доклад по северокорейской ядерной программе, как этого требует закон Э.НГЛ, А.ШИФ и А.СМИТ выразили сомнения в стремлении лидера КНДР Ким Чен Ина добиться денуклеаризации и упомянули оценки директора НАЦ-разведки США Дэна Каутса в отношении КНДР В январе Д.Каутс в ходе слушаний в Комитете по делам разведки Сената США заявлял, что Северная Корея вряд ли откажется от ядерного оружия Мы растеряны и обеспокоены нарастающим разрывом между оценками разведывательного сообщества и заявлениями вашей администрации о действиях Ким Чен Ина, его обязательствах и намерениях, говорится в письме Ранее президент США Д.Трамп сообщил, что второй Американ и северокорейский саммит состоится в Ханне 27-28 февраля Накануне США Д.Трамп также заявил, что США будут сохранять санкции против КНДР до тех пор, пока Пхеньян не предпримит значимые действия в области денуклеаризации В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый Американ и северокорейский саммит На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР 21 февраля 2019 года право на данный материал принадлежат Интерфакс АВН Материал размещен правообладателям в открытом доступе Продолжение следует...